Молдавская политическая элита Почему Путин выбрал кандидатуру Казака? Почему в названии его должности нет слов в Приднестровское урегулирование? Намерен ли Дмитрий Николаевич вернуться к своему знаменитому меморандуму? Наконец, как это кадровое решение отразится на самих молодороссийских отношениях? Ответы на эти и многие другие вопросы в ближайший час. Вы смотрите Полюс. Здравствуйте! И обсуждать эту важную проблему сегодня в студию я пригласила, ну, первонаперво, Владимир Цуркан. В данной ситуации интересен как посол тогда, в 2003 году, да, Республики Молдова в Российской Федерации. Я думаю, вы помните тот непростой период и те события, которые мы наблюдали. Виктор Федорович Степанюк, и вам добрый вечер, участвовал в одной из встреч с Дмитрием Казаком, да, это вы тогда, это были лидеры фракции. В двух встречах. Вы были, да, вы были тогда лидером фракции партии коммунистов Республики Молдова, поэтому тоже у вас есть свое мнение. И сегодня я приветствую Виарила Чеботару, человека, который тогда не принимал меморандум Казака, да, то есть который его критиковал и наставит на том, что он критикует и сегодня взгляды вице-премьера российского. Да, очень верно, спасибо. У него есть премьера политика, потому что в данном контексте... Сегодня он вице-премьер, да? А, да, конечно. Давайте исходить из фактов. У нас на сегодняшний день есть два неоспоримых факта. У нас есть новый человек и есть новая должность. Да? Вот давайте сначала о должности. Вот что означает то, что появился спецпредставитель президента по торгово-экономическим отношениям? Было-то Приднестровское урегулирование, а стало так. Владимир Иванович, что это значит? Не понизился ли статус? Я, честно говоря, воспринял это назначение очень оптимистично с точки зрения, что это назначение, безусловно, придаст очень серьезный, мощный, я бы даже сказал, импульс развитию торгово-экономических отношений между Молдовой и Российской Федерацией. И прежде всего, вот в контексте того, что уже сделано президентом Игорем Дадоном, часть их реанимирования. Кстати говоря, сейчас, когда сравнивают показатели торгово-экономические, помните, раньше было модно с 1913 годом сравнивать, да? Сейчас сравниваем с 2013 годом все то, что произошло, значит, на момент подписания соглашения об Европейской Ассоциации. И, как мы знаем, все обвалилось, если сравнивать те показатели 2013, 2014, 2015 года, более чем очевидно, что практически торгово-экономические отношения с Россией прежде всего и со странами СНГ фактически были загнаны в тупик. 16-й год, 17-й год особенно обозначился четко, я бы даже сказал, никак не уутрируя прорыв в этих отношениях. Все-таки, когда в 9 раз меньше, значит, экспорт яблок из Молдовы в Россию, это 2013 год, резко упало, 2014-2015 годы, и в 11 раз больше, 2017 год, это о чем-то говорит. Это говорит о многом, Владимир Иванович, но смотрите, у нас торгово-экономические, секундочку, у нас торгово-экономические отношения, смотрите, они у нас как бы развиваются и растут. А политические отношения, благодаря тому, что делала правящая коалиция, они у нас как бы, мягко говоря, так опускаются по уровню развития. И вот на этом, секундочку, и вот на этом фоне, что делает президент Путин? Президент Путин назначает именно представителя по торгово-экономическим отношениям, не по политическим, где есть самая большая необходимость. Почему? Ну, вообще-то, политика должна двигать экономика. Не интерес какого-то конкретного клана политического или группы политической партии, а жизнь, экономика, интересы народа, интересы страны. Поэтому ничего удивительного в этом нет, что, значит, реанимирование, выстраивание или выход на, как минимум, на тот благоприятный для Молдовы уровень взаимоотношений, начинается вот именно вот с того, что называется восстановление торгово-экономических отношений. И в этом смысле роль господина Козака, она очень, я думаю, будет существенна. Во-первых, ни для кого не секрет, что этот человек, ну, как говорят, доверенное лицо, очень близкое лицо к президенту Российской Федерации. Никого не умаляя, я в то же время отмечу, что не так много тех людей, с которыми, значит, господин Путин, прошел весь этот свой путь становления как президента и, так сказать, доверяет им самые ответственные, самые сложные участки работы. Это первое. Второе. Вовсе не означает, что если, допустим, многие ожидали, вот будет Гордей Алексей Васильевич. Ну, это было бы логичнее, исходя из должности, да? Очень хорошо, потому что в тот период времени, когда я был послом, он был как раз председателем межправкомиссии. Я помню очень до сих пор в памяти, когда мы с ним вместе выезжали в Ставрополье, в Краснодарский край, когда в Молдове была засуха страшнейшая. И мы выезжали для того, чтобы выявить, где же есть возможности поставок зерна именно из России. Что и было сделано. Хотя к этому времени уже отношения из-за того же самого плана Козака или из-за того, что не подписали, отношения политически резко ухудшились. Тем не менее, это было сделано. Но господин Путин решил, что в данном случае, наверное, должен быть тот самый симбиоз. Торгово-экономические отношения А и в какой-то степени координация вопросов, связанных с определенными политическими моментами. Поняла. Поняла. Спасибо. И я уверен, что и урегулирование Приднестровского. И Приднестровского урегулирования. Вот сейчас с вами будут спорить наверняка господин Чеботару, потому что он, я так почему-то считаю, что он сейчас скажет, что наоборот, что главная миссия, которую будет выполнять господин Козак, давайте, кстати, вот скажем сразу, давайте страна с сегодняшнего дня начнет учить правильно фамилию представителя президента Российской Федерации. Все-таки его фамилия Козак. Козак. Козак, да. Я просто сегодня говорила... Лучше всего его спросить. Да, я спросила. Я сегодня спросила... У нас тоже есть депутат Новак-Новок. Нет, я сегодня общалась по телефону с его пресс-секретарем, и вот он специально для моего... Акцент? Да, именно на второй слов. Я считаю, что это поправка очень важной. Нужно проявлять уважение к людьмам. Я сам не люблю, когда мою фамилию коверкают, поэтому здесь понятно. Я вас разочарую, Людмила, я не собираюсь давать вам право говорить за меня. Нет, я просто предполагаю. Нет, не надо предполагать, потому что, в принципе, я согласен с тем мировоззрением и видением проблемы, которую господин Цуркан высказал здесь. Я думаю, что назначение господина Казака достаточно несимволическое и имеет абсолютную нагрузку в этом отношении. Явно здесь позиция российского государства, и это вместе с назначением нового посла достаточно очевидно, что в России есть свой план и свое видение. К тому, что сказал господин Цуркан, достаточно верный вещь, я подтверждаю это. Я хочу сказать, что в последнее время, после 2003 года, господин Казак специализировался на крупных проектах. На тех проектах, в которых они не просто экономического плана. Вы вспомните Олимпиаду в Сочи, еще несколько проектов, которые Казак лично проводил. Вне зависимости от того, не просто патронировал, а да, ну, монетаризировал лучше это самое, то есть наблюдал и так далее. То есть, значит, вне зависимости от того, насколько они удачны или неудачны были, но он в любом случае, это были достаточно успешные для имиджа Путина и для имиджа вот тех проектов, которые Путин проводил в этом отношении. И поэтому, конечно, достаточно большую часть, если не всю часть, проевропейской оппозиции, политические партии, аналистов смотрят это с достаточно недоверием. Исходя из очень ясных, четких, очевидных факторов, я думаю, что такое вот однозначное повторение сценария 2003 года никто не предполагает и не ожидает. Я не думаю, что будет повтор, значит, внедрение какого-то плана типа меморандума 2003 года, хотя это первое, что приходит на ум. Это первое, что приходит на ум, поэтому те аналитики, которые вспоминали об этом событии, имели полное основание об этом думать. Я думаю, ситуация ушла далеко в другую сторону. И речь идет больше, чем просто о формуле разрешения Приднестровского конфликта. Речь идет, что есть Республика Молдова в достаточно сложной геополитической ситуации. И я думаю, что здесь такое оживление со стороны Российской Федерации, замените, значит, ну, извините меня за выражение, я в прошлый раз его применил, я повторю, вам не нравится, клоун Рогозин, потому что он и в России называется клоуном. Вы почитаете прессу и то, что он сделал, он фактически нигде не добился никакого успеха. Конечно, оппозиция так, наверное, говорит. Я просто хочу показать вот тот контракт между Рогозиным, который, в принципе, не то, что ничего не разрешил, а все разрушил. У меня только одно уточнение. Потому что Рогозин, даже приднестровцы были против него, против той манеры, как он с ними, это факты. Может быть, они нетранспарентны, меньше было в печати, может быть, вы со мной будете спорить. Я не стану спорить, я хочу понять просто одну вещь. Вот секундочку, Владимир Иванович Суркан, он считает, что больше будет заниматься экономикой. А потом уже он начал говорить, а вы, вот как считаете? Я считаю, что господин Плохотнюк вместе с господином Додоном сознательно-несознательно меняет, в принципе, профиль Республики Молдова. То есть они превращают Республику Молдова, раз, в офшорную зону, два, в большое казино. Эти планы были достаточно известны. Законодательство наше выстраивается таким образом, чтобы к финальному пункту, к 2019 году, это было осуществимо. Вы посмотрите, все эти законы, которые принимались, в принципе, уже выстраиваются с этой схемой. А они что, под руководством казака будут? Вы мне спросите, нет, ну казак, я просто не могу, я вас возвращаю к теме программы. Замечательно, а что, офшорная зона, банковская система не относится к экономике? Извините, если вы думаете, если вы думаете, одну секундочку, если вы думаете, это их власть, что казак будет заниматься экспортом яблок или слив в Российскую Федерацию, и для этого его Путин назначил сюда, чтобы он это монетаризировал, если вы мне скажете, что Республика Молдова производит хоть что-то, что может интересовать меньше, чем заместителя, третьего заместителя, четвертого и так далее, помощника в Министерстве экономики России, то я тогда буду очень удивлен. В условиях продолжения санкций, в условиях, что экономика Республики Молдова уже переориентировалась на западный рынок, в условиях того, что сегодня происходит в Хелсинки, в условиях того, что происходит в Страсбурге, что произошло, давайте поговорим, что произошло в Страсбурге, потому что это тоже влияет на решения, в том числе и Москвы. Господин Чеботар, вы знаете, сколько мы можем? Я вот только одну вещь не поняла. Вы все-таки сказали то, о чем говорила я, вот, Матумирович, экономику, а вы сейчас выпустили политику. Я вначале говорила, что вы будете спорить. А это то вы сказали. А вы начали говорить, нет, я вот, я с вами не буду. Конечно, я просто сказал, я уважаю мнение господина Цуркана, высказал, я высказал свое мнение, я не собираюсь спорить с этим мнением. То есть я скажу так, как я предполагала, господин Чеботар будет считать, что все-таки политика. Виктор Федорович, а вы как считаете, чем будет заниматься здесь господин Казак? — Это тот случай, когда все правы. И господин Цирканов, и господин Чебеталь. Я думаю, что основные моменты или основные перспективы деятельности казака, будучи уже вице-премьером и ответственным за Молдову, они выстраиваются, они видны. И, безусловно, здесь было сказано о том, что это довольно успешный политик сейчас, успешный менеджер в администрации президента Путина, и проекты удачные, которые ему удалось осуществить. Конечно, у России, как большая страна, у Путина, так или иначе, с этим человеком связаны какие-то там перспективы. И Украина, и Молдова представляют для России все-таки еще очень серьезный интерес, как и для Соединенных Штатов, и для Брюсселя. Поэтому, с одной стороны, надо видеть здесь экономику, и надо понимать, что это, в принципе, в русле тех отношений, которые существуют сегодня между президентом Дадоном и президентом Путиным. То есть, все-таки выстраивание, в первую очередь, экономической нашей составляющей. Потому что без экономики, безусловно, что у нас ничего не получится. На кредитах американских и на кредитах европейских мы далеко уже не уйдем. Это очевидно не только для сегодня, для верхов, но и для самых низов. Экономика должна каким-то образом заработать. И президент Дадон в этом смысле об этом говорил, в этом направлении работает. Я понимаю здесь, что не каждый день надо звонить Вадиму Владимировичу Путину, когда не решаются какие-то вопросы, в том числе технического характера, связанные с таможнями, с другими. И поэтому вице-премьер, который знает экономику, который знает Республику Молдова, который знает специфику, и политическую в том числе здесь, и юридическую, и правовую, потому что он сильнейший юрист, как я убедился сам. То есть в этом смысле, мне кажется, очень удачная, в принципе, кандидатура. И, безусловно, она лучше, чем прежняя. И стоит надеяться на определенные улучшения вот этого направления. С другой стороны, конечно, господин Чиватер тоже прав, когда он говорит о геополитической составляющей, потому что она, безусловно, есть. И сегодня, что происходит во время встречи на двух президентов великих держав, и вообще Европа полна, значит, геополитики. И Республика Молдова, к сожалению, я говорю, тоже такой интересный узел. Что касается прошлого плана... Что касается прошлого, я хотела бы, чтобы вы сейчас, вот особенно вы... Можно лишнюю минуту, лишнюю минуту, очень важное добавление здесь. Ну, вот если бы вы коротко вот отвечали... По казаку, по казаку, да, я не хочу спорить. А мы сейчас по казаку вопрос будет. Я хочу очень дополнение просто, то, что сказал господин Степанют. Не будет козак заниматься, потому что, в принципе, с 2006 года, значит, все проблемы с российской стороны. Россия обуславливала экономические взаимоотношения с Республикой Молдова. То есть мы готовы торговать или экспортировать в Российскую Федерацию абсолютно все, что у нас есть, и что возможно, и что рационально. Проблема не в Республике Молдова, проблема в Российской Федерации. Да, а мне казалось до сих пор, что мы хотим в Европу теперь все экспортировать. Для этого не нужно казака, чтобы он решал эти проблемы. Потому что достаточно простого чиновника снять вот эти ограничения, которые есть у Российской Федерации, потому что Европа нам не запрещает торговать с Российской Федерацией. Никто абсолютно не выступал против этого. Поэтому здесь не это, это вторично, это как бы это. Это ваше мнение, большой проект выстраивания Республики Молдова в нечто большее, чем просто комитетическое отношение. Господин Чебатар, я вам скажу следующим образом. До 1992 года, до 2001 года правительственный телефон, который связывали нас с Украиной, с Россией и с другими, они молчали. Никто с ними не связывался. После 2001 года они заработали. Я лично убедился, и в должности председателя комиссии, а потом вице-премьера, что это нужно. Такие люди нужны на уровне правительства, которые умеют разговаривать, снимать вопросы, которые появляются, проблемы. Они же появляются в экономике на каждом шагу. Хотя мы говорим, что это рыжная экономика. Вы, либералы, обычно считаете, что рыжная. Она сама регулирует жизнь. Я говорю, либералы в смысле, подходов к этой экономике. А современный мир все-таки относится больше и к регулируемой экономике. На этих принципах нужно строить. И поэтому между странами, даже Европейского Союза, министр какую функцию выполняет? И функции внутреннего руководства, менеджмента, но и внешнеполитического. Я вам скажу, на каждом шагу. Есть такие моменты. У меня идея была, что это больше меморандума 2003 года. Меморандума 2003 года имел более ограниченные, чем сейчас. Вы, господин Чембатару, вы взяли у меня одну минуту, попросили, вернее, одну минуту. А взяли сейчас гораздо больше и увели мне программу в несколько другой стороны. Давайте все-таки говорить про казака. Мне интересна оценка его как человека. Вы с ним общались, Владимир Иванович, и вы с ним общались, Виктор Федорович. Вы можете кратко дать характеристику? Четкий, конкретный, организованный, дисциплинированный, жесткий в требованиях по дисциплине и очень эффективный чиновник. Спасибо. Виктор Федорович, вы тоже общались. Ну, я, наверное, знаю его немножко меньше, потому что встречался два раза. Но тот разговор, который у нас состоялся сначала с лидерами фракции тогда, он был более-менее поверхностный. Хотя мы смогли задать ему вопросы, и он в смысле правовом и политическом очень подготовленный человек. Он четко ответил и так далее. И второй раз уже в тот вечер, когда президент Воронин принял решение о том, что, значит, надо остановить визит президента Путина, надо отказаться от этого. Он был в президентском дворце тогда, господин Козак. Он участвовал в том разговоре, не всегда, но отрывками. Он отвечал на наши вопросы, мы с ним спорили, поленизировали и так далее. И у меня, например, тоже сложилось очень положительное, значит, отношение к этому человеку, потому что как профессионал, как правовед, как политический деятель, как человек, который очень конкретно, эффективно, значит, выполнил определенные задания, подготовил этот. Не только он, но он играл роль вот этого основного координатора. И как, я думаю, он выполнил ее хорошо. Ну вот смотрите, когда стало известно о назначении Дмитрия Козака, появился комментарий президента. Он приветствовал это назначение, да, он дал хорошую характеристику Дмитрию Николаевичу. И мы все ждали, что, собственно говоря, по этому поводу, ну, скажет премьер-министр, скажет председатель парламента, то есть, да, скажет господин Плохотнюк. Почему нет? И на сегодняшний день все ограничилось высказыванием господина Канду в одной из телепрограмм, очень краткими, и таким вот он как-то, он особо-то эту тему не открывал. С чем вы это связываете? Почему вот такое практически молчание со стороны, значит, высших руководителей? И давайте вот сейчас смотреть, какие, я не знаю, домыслы, какие догадки, слово лучше звучит, да, по этому поводу есть у нашей политической тусовки, как принято говорить. Владимир Иванович. Ну, я не хочу говорить за Канду, пусть он сам за себя говорит, но из того, что он сказал, как он откомментировал, и молчание последующее со стороны, значит, Демпартии, я лично расцениваю, как возникшие очень серьезные опасения с тем, что будет дальше происходить, а именно, ведь это назначение, это очень конкретный, серьезный посыл со стороны руководства Российской Федерации, что Молдова, нравится это кому-то, не нравится, но так сегодня устроен мир, находится в зоне интересов Российской Федерации, точка. То, что Молдова сегодня зона интересов Соединенных Штатов, это все очень условно, так им кажется или так им хочет казаться. Поэтому и все эти, значит, такие дерганные и спонтанные демарши, дипломатические высылки, заявления и так далее, и так далее, в угоду, значит, американцам, прежде всего, которые были сделаны стороны Демпартии, еще раз меня в этом убеждают. В какой-то степени вот та самая пауза, которая была с точки зрения этого мощного посыла, я думаю, была связана с тем, что в это время Россия занималась своими собственными внутренними проблемами, шли сначала подготовка, потом непосредственно выборы президента. Сейчас, когда уже назначен президент, когда есть правительство Российской Федерации, значит, они сделали этот четкий, конкретный, сконцентрированный сигнал. Я совершенно согласен. А, ну, там, правда, и сроки уже у посла господина Мухаммедовича, он и так уже чуть больше, чем положено было по правилам, значит, дипломатии и Российской, и у нас, значит, у нас, допустим, три года, у россиян тоже до трех лет, ну, где-то вот так. Не важно. Новый посол, и что самое главное, новый, очень серьезный, как мы сейчас сказали, с точки зрения его личностных и организаторских качеств, и как политика, и как администратора, как руководителя, организатора, это говорит о многом. Поэтому сегодня демократы, скажем так, я думаю, они это предчувствовали, потому что ведь все то, что произошло с теми же средствами массовой информации, вот эти вот резкие ограничения всех, значит, так называемых русскоговорящих каналов, а реально все явно против, значит, информации, поступающей из Российской Федерации, не случайно эти действия были предприняты. Они по максимуму решили и хотели, и сейчас думают, что это сделали, ограничить А от этих источников, и Б сейчас активно занимается, они же занимаются манипуляцией общественным мнением по всем спектрам. Та же самая пресловутая, ах, пенсионная реформа, которая ничего не принесла людям, кроме как еще большего разочарования. Экономика, которая говорит, что резко стала расти, забывая сказать, что выросло производство сжиженного, значит, кислорода. Большое, большое достижение. Или резко возошло производство выращивания клубники. Тоже очень большое достижение демократов. Я думаю, не надо, может быть, благодаря Майе и Санду, я не знаю, потому что она этим не занимается. Это уже ваши внутренние проблемы. Разберитесь, Майя или Настазия, или вы, это ваши проблемы. Киркоров это сделал. Я сейчас хотел сказать о том, что это очень мощный, серьезный сигнал. Я поняла. Мне интересно, вот сейчас ваше видение, как будет тогда наша правящая коалиция, вернее, ее руководители, даже скажу прямо, строить свои отношения с новым представителем президента? Вы задали вопрос не в лоб, а в глаз. Это абсолютно... Обычно говорят не в бровь. Не в бровь, да, извините. Не в бровь, а в глаз. Это очень... Ну, в лоб, прямо в лоб, да. Ну, хорошо, пусть будет, да. Да, все равно в глаз, конечно, в итоге, да. Потому что господин Цуркану, как депутат парламента, хотел дипломатично уйти от ответа, но и господин Канду, я прошу прощения за этот звон, но настолько лживо, настолько запутанно пытаются выстраивать схемы, да, как они объяснили, значит, отмену выборов в Кишиневе, как они объясняли и Западу, и в народе, значит, для чего нужна эта смешанная система. Поэтому ждать от них реальной, нормальной, так сказать, транспарентной отношения к такой ситуации вряд ли стоит ожидать. Здесь, как в том анекдоте, 50 на 50, либо соврет, либо нет. То есть, либо они все это прекрасно знали, и есть определенная договоренность, в том числе и по поводу этого, потому что обычно так делается, не делается с потолка. Если господин Путин назначил специального представителя по республике Молдова, не согласовав это с правительством, не согласовав это с парламентом, не согласовав это с, ну, просто по-товарищски, просто по-товарищски. Какие-то большие отношениях может быть сегодня между руководством России, парламентом и большинством правительства? Если так, то это тогда совершенно другой вопрос. Если тогда совершенно вопрос. Но мы тогда не видим никаких действий со стороны президента Дадона и социалистической партии. После того, что сделали при назначении, когда опустили президента и забрали у него, значит, право назначения, я прошу прощения за это. У вас сегодня лексика. Я извиняюсь, я лексика. Я переживаю, где вы были до эфира. После того, как президента лишили одной из оснований, неконституционно, незаконно, одной из его принципиальных полномочий, после того, как президент не смог эти полномочия реализовать, потому что они не были, так сказать, эти вон, я не думаю и я очень опасаюсь, что это Россия посылает определенный сигнал, значит, о том, чтобы, ну, как бы определитесь. Но еще раз повторяю, для меня назначение казака, это даже больше, чем меморандум. Мы можем только гадать, что это за проект, потому что на сегодняшний день вопрос, как он стоял в 2003 году, более неактуален ни для России, и ни для Соединенных Штатов, и ни для Европейского Союза. Объясню. Ситуация кардинально изменилась после событий аннексии Крыма и после событий в Донбассе. Теперь это назначение казака я вижу в более широкой перспективе, потому что всех, и это вопрос номер один, это вопрос любых разговоров господина Путина с Евросоюзом и с американцами, это Украина. Как будет Украина? Поэтому синхронизируются определенные этапы. Я поняла, я все-таки хочу сейчас вернуться к реакции нашей. Я прошу прощения, если вам показалось это достаточно, но вся пресса говорит об этом именно в этих терминах. Нет, я просто хотела бы, чтобы мы как-то, понимаете, когда задается вопрос, чтобы мы говорили по вопросу. Потому что у меня такие гости, что каждому вам, дай микрофон, вы будете говорить несколько часов. Я соглашаюсь, я соглашаюсь. Примите мои извинения, если это вас... Принимается, спасибо. Виктор Федорович, что будут делать представители правящей коалиции? Вот господин Казак скажет, вот, кстати, скажу для наших телезрителей, сейчас он уходит в отпуск, нам сказали, вот, нам россияне, мы дозвонились, поговорили с ними, спросили, как можно получить интервью у господина Казака. Сказали, вот, в августе, пожалуйста, вот уже он будет делать первые заявления, и, значит, вы узнаете какую-то информацию. Или будет первый визит. Или будет первый визит, совершенно точно. Тут же, знаете, как все будут думать, опустят ли, да? Вот у нас же такая, у нас есть предыстория, которая, честно говоря, не очень вдохновляет. Я думаю, что после сегодняшней, вчерашней встречи с господином Путиным, и сегодняшней встречи Игоря Николаевича Дадона с тем же Казаком. 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 Я думаю, что программа следующих шагов, она уже выстроена. Виктор Федорович, вам. Нам она неизвестна. Я могу только предположить, давайте, значит, как говорится, обойдемся фактами, как вы сказали. Премьер-министр объявляет где-то месяц назад, что отношения с Россией надо улучшить. Потом то же самое сказал министр иностранных дел недавно, значит, буквально 5-6 дней назад. Не надо забывать, что прежний вице-премьер, который отвечал за предмистровские вопросы в том числе, он был еще сопредседателем межправкомиссии. И в данном случае, я так понимаю, что если тот ушел с этой должности, будет назначен другой. И сейчас по правительственной линии, по правительственным каналам этот вопрос обсуждается. Если этот человек будет один и тот же, а я предполагаю, что будет один и тот же, тогда вы правы. То есть просто, значит, назначает другого, значит, ответственного. Будет это плохо или хорошо, мне кажется, все-таки это будет хорошо в смысле, я повторяю еще раз, в смысле основных наших проблем, связанных в первую очередь с экономикой, связанной с этой эмиграцией, связанной с деградацией страны. Поэтому на это, я говорю, мы как политики должны смотреть ясно и делать соответствующие выводы. И реально смотреть на это. Конечно. А я смотрю реально, Виктор Федорович, я знаю, что выборы парламентские. И вот думаю я себе, как бы демократам в этом плане повыгоднее себя повести? Им как вот выгодно? Вы правы, им нужен. Я это только хотел сказать, извините меня. Значит, демократам центристский, значит, электорат нужен. Он нужен и партии социалистов, но он нужен и демократической партии. Поэтому здесь будет определенное соревнование. Им сейчас немножко сделать полшага назад и пойти на, значит, новые отношения, улучшенные отношения с Россией. Это очень выгодно, потому что пласть надо признать. Есть в обществе, в нашем молдавском обществе, часть, значит, электората, в том числе русскоязычного, который может не проголосовать, например, за другие партии. Они могут пойти за демократической партией. Поэтому им этот электорат нужно сейчас закрепить. С третьей стороны, вы правы, что здесь без геополитики, без выстраивания перспектив, мы говорили в самом начале передачи, не может быть. И для России, в данном случае, Козак является очень человеком ответственным и знающим. И при том осторожным, и при том очень внимательным. Человек, который не позволяет себе, как я заметил, лишние декларации и так далее. Видно, что человек больше делает, чем говорит. А, в принципе, всем политикам надо так поступать, я думаю. Поэтому нашему правящему большинству будет непросто с ним работать. С другой стороны, мне кажется, что у них нет другого выгода. Потому что по-прежнему вице-премьеру, они там могли его обвинить в одном, в другом, в третьем, что по-определенно. А здесь, если он заработает, при том эффективно и без скандала, будет общая польза, как говорится. А если представители правящей коалиции, Владимир Иванович, поступили мудро? Они взяли и сказали, а давайте мы дождемся встречи Путин-Трамп и посмотрим, как на этой встрече два лидера супердержав, о чем они будут говорить. Затронут ли они хоть как-то где-то ситуацию. Господин Чеботару перед эфиром говорил, что все-таки Приднестровье и наша вся эта ситуация их волнует. А вы как считаете, есть такой вариант? Они хотели подождать, все-таки от этой встречи, наверное, много зависит, нет? Ну, от этой встречи очень много зависит вообще для ситуации на земном шаре. Давайте будем прямо говорить. Для того, чтобы все-таки хоть как-то остановить нарастание напряженности, конфронтации, которые, к сожалению, не чувствуются, будь то на уровне политической, военной, экономической. Торговые войны сейчас очень, так сказать, пошли в рост серьезный, причем войны не между странами даже торговые, а между континентами. Поэтому я думаю, что эта встреча прежде всего, прежде всего, от нее ждут именно этого. Остановить эту эскалацию, сесть за переговоры по каждой тематике и спокойно, обсуждая, находить конкретные варианты решения. Безусловно, интересы есть свои и у России, и Соединенных Штатов. Сегодня даже вот первые выступления, которые были в начале пресс-конференции, то, что я уловил, и господин Путин, ну, Трамп меньше, но он четко сказал, значит, господин Путин, что мы не по всем проблемам имеем общее видение. Но это не значит, что мы эти проблемы оставим в стороне. Это значит, что мы должны находить такой вариант взаимодействия, который бы не привел к эскалации, к напряженности. Будет ли об этом, будет ли сегодня и был ли разговор специально о Приднестровье? Не знаю, но не думаю, честно вам скажу. Хотя, по Украине я знаю, что была очень серьезная тема обсуждения между ними. Но это все было в контексте, значит, реализации минских соглашений. Но мы не знаем с вами, насколько это было серьезно. Об этом сказал господин Путин. Мы знаем, давайте так говорить. Господин Путин сказал два предложения. Господин Трамп Украину своей вступительной речи не упомянул вообще. Давайте дождемся, да, уже более распространенная информация. Но то, что демократы такие, значит, изощренные, ждали итогов встречи, ну, не надо из них делать прямо таких уже... Ну, смотрите, Владимир Иванович, о чем сейчас говорят, что демократы, они после европейских таких вот не очень положительных дел, да, которые вот сейчас мы наблюдаем в отношении... Ну, что, по шее получили, что там не очень... Ведь я дипломатична, сегодня день дипломатии, я выражаюсь более дипломатично. Говорят, что единственная поддержка, которая на сегодняшний день оказывается демократом, это поддержка Соединенных Штатов Америки. Исходя из-за этого, вот некоторые посчитали, что именно поэтому встреча важна. Господин Чебатарус. Значит, это абсолютно неправильная точка зрения, потому что сегодняшняя демократическая партия, демократическая партия, или как, партия, которая управляет сегодня, не имеет фактически ни той поддержки, которой пользовалась раньше, даже партия коммунистов. И уже практически не имеет никакой поддержки со стороны Евросоюза. И, скажу, для них мало интереса. То есть, они, конечно, ждают. А то, что МВФ дал деньги, вы не связываете? Нет, конечно. Это практически... Это бизнес. Нет, это инерция. Владимир Иванович, неужели МВФ не принимает политических решений? Одну секундочку, одну секундочку. Нет, не принимает. Правда? Это инерция. Одну секундочку. Теперь я вам объясню очень простую вещь. И Трамп, и Соединенные Штаты, и Россия являются оперативными, активными геополитическими игроками. Кем не является Евросоюз? Евросоюз не является геополитическим игроком. Они очень медленно движутся, но очень основательно. То есть, Трамп может 10 раз Соединенные Штаты поменять свою позицию. Теперь я вам объясню. На встрече с Помпео господину Филиппу больше было не удовольствие, чем поддержки. Я другой еще раз. Но это детали, это мелочи. По большому счету я еще раз скажу мелочи. Действительно, от нынешнего управления не зависит от того, что разговаривает Путин с Трампом. У них есть свой план. Вне зависимости от того, какие там разговоры, они будут его давить и продавливать и дальше. Но говорят о Приднестровье. Одну секунду, безусловно. Никаких сомнений. А я вам объясню, почему. Почему? Потому что мне очень странна эта логика в последнее время и с этой поддержкой резолюции ООН. Она достаточно странная. И другие соображения, в том числе и очень серьезных российских аналитиков, с которыми я разговаривал в последнее время, в разных ситуациях. Они говорят немножко, ну скажем так, что Россия, для России проблематичное присутствие российских войск на территории Республики Молдова. И проблематична вообще ситуация. Приднестровье как никогда связано с разрешением ситуации в Донбассе. Потому что ищут, все ищут. И особенно, чего скрывать, очень активна немецкая дипломатия в этом отношении. То есть, вот эти люди, они подошли к немножко другим формулам, которые мы привыкли. Вот тот меморандум, он был достаточно узким. Я поняла вас. Это 20-летнее присутствие российских войск и участие России через приднестровцев в разрешении проблем Республики Молдова. Сейчас устраивается другая модель, которую мы пока еще не видели, оформленной. Пока она еще не обсуждалась. Но вас радует сам факт, что они это обсуждают. Меморандум протягивали через заднюю дверь. О нем не знали ни гражданское общество, ни политические партии. Меня интересует встреча Путин-Трамп. Вот вы уже уверены. Безусловно, потому что там шла речь, и там четко сказал military issues, то есть военные проблемы. Не можешь ты обсуждать сегодня между Соединенными Штатами и Российской Федерацией проблемы в Украине, без того, чтобы не иметь в виду в той или иной степени и присутствие российских войск в Приднестровье. Спасибо. Это ключевое. Спасибо. Теперь... Чтобы не оказаться в положении человека, что... Извините, я ошибся. Давайте будем об этом говорить. Подождем. Потом вот сейчас вот мы так это... Я согласен. Об этом говорим, а окажется... А вот Владимир Иванович... Оказывается, будет просто дано поручение. Владимир Иванович, а пусть это будет... МИДом. Значит, давайте подумайте и об этой проблеме. Что такое? Разберетесь. А если представить... Ну, Госдепартаменту и МИДу России. Не так. Ну, хорошо. Никто не знает, как. Я думаю, что... Ну, давайте я... Владимир Иванович, ну, можно... Одну версию. Я думаю, что господин Чебатар... Вот говорят женщины более... Чебатару. Чебатару знает об этих деталях чуть, может быть, больше, чем мы все знаем. И даже чем то, что сейчас говорят на пресс-конференции. Потому что все-таки госпожа Майя Санду, это продукт Госдепартамента США. Ну вот. Владимир Иванович, одну секундочку. А вы продуктов... И поэтому он так обижается на то, что Соединенные Штаты поддерживают демократу. А до том кто? Он не продукт российских из-за суд? Давайте я... Питер Федорович, вот пока они говорят между собой, давайте мы тоже так с вами, да? Вот давайте пофантазируем. Ну вот решил себе господин Трамп, вот хочется мне Нобелевской премии. В конце концов, а вот ее просто так, ну, не всегда дают. Поэтому надо бы что-то хорошее вот такое сделать. И тут вдруг такая вот проблема Приднестровская, да? То есть, по сути, она, если разобраться, то из всех замороженных конфликтов, она может быть решена. Может быть решена. И многие, не стесняясь, в один голос говорят, нужно, чтобы договорились сегодня Штаты с Россией. Да? Понятное дело, что придется потом России давить на Приднестровье, вот. И Штатом давить на то, что происходит в Республике. Но это другое, да? И может быть, из этой ситуации вдруг, Виктор Федорович, лидеры взяли и заговорили на эту тему. Как? Я могу только тоже заниматься спекуляциями и сказать, что... Это фантазии, Виктор Федорович. Фантазии, да. Спекуляция – это другое. Ну, это то же самое, чем мы занимаемся иногда. Я думаю, что они говорили о Украине, и когда говорят о Украине, когда говорят о Донбассе, значит, о Крыме, невозможно не говорить о Приднестровье. Потому что в данном случае, с точки зрения геополитики, да, в том числе о Грузии, в том числе зрения геополитики и тех перспектив, и тех задач, которые выполняет одна и другая сторона. И я, значит, здесь говорю, что, конечно, Соединенные Штаты, и Китай, и Россия, и в том числе Европейский Союз являются важными игроками геополитическими. В данном случае мы оказались здесь, вот в этом котле. И надо сказать, что вопрос Приднестровья, безусловно, он обсуждается. Он обсуждается. Другое дело, что когда нет решения, когда нет решения, и нет решения ни с одной, ни с другой стороны, они не видят решения, как я понимаю. Вот, как я понимаю. Виктор Федорович, нет решения или нет желания к этому решению? Это разные вещи. Нет, нет, понимаете как. Значит, господин Чеботару прав, значит, в смысле, что 10-15 лет назад, вот в 2003 году, вопрос Приднестровья можно было решить легче. Сейчас появились дополнительные узлы, и они очень сложные, они запутанные, и так далее. Потому что вот эта эра, можно сказать, противостояния, вы посмотрите, в Сирии до чего дошло. Когда и одна, и другая сторона, значит, уже занималась бомбардировкой. То есть вы не верите в то, что в качестве положительного примера оба лидера могли бы сойтись на том, что хорошо бы нам? Да, понимаете, вот вы говорите, вы говорите, нет условий. А разве не условия то, что в нынешних условиях Российская Федерация хотела бы, да, вот ее же обвиняют во всем. Путин во всем виноват, понятное дело. Но показать, что мы готовы договариваться, мы договороспособны, если при соблюдении наших интересов, то есть Россия, да, у нее есть интересы в Приднестровье. И мы можем договориться. Разве это не есть условия? Разве не есть условия, что Соединенные Штаты могут тоже показать некий положительный пример? Теоретически везде всегда есть условия. Теоретически. А практически, вот даже смотрите, мелкий в геополитическом плане вопрос статус Гагаузии и этот закон об особом правовом статусе Гагаузии, который как раз был тем самым примером, когда можно было вот такого рода конфликты локальные решить. И вот сейчас, когда возник вопрос о том, что при содействии самому активному ОБСЕ, давайте мы конкретно посмотрим, что необходимо сделать для того, чтобы этот закон об особом правовом статусе был реально реализован, реально получил наполнение. Что получилось? Простая вещь под названием признать то, что существует в этом законе об особом правовом статусе, что отношения Кишинев и Камрад, это не то же самое, что Кишинев и Неспарены, или Кишинев и Страшены, что это другой специальный или особый уровень административных правовых отношений, потому что он выстекает из особого правового статуса Гагаузии, большинство парламентское здесь не приняло, категорически отклонило. А вы говорите об условиях на уровне договоренности Штатов и России. Но вы же сами говорите, что представители правящей коалиции не самостоятельны в своих действиях, что они всегда ждут, когда им кто-то скажет. Правильно. А потому что в данном случае они выполняют ту роль, которую надо было выполнять, в том числе и по этим демаршалам. Все время дразнить, все время раздражать и все время подергивать отношения между Молдовой и Российской Федерацией. На этом уровне этих отношений сегодня говорить о реальных, имеющихся реальных условиях по разрешению Приднестровского вопроса просто слишком недели. Спасибо. Вы обещали одну минуту. Я согласен с этим последним. Во-первых, у нас предвыборное состояние в условиях, когда легитимность нынешней власти полностью дошла до нуля. В условиях, когда демократические условия в Республике Молдова все игроки без исключения ставят по сомнению. Хоть в Москве, хоть в Бухаресте, хоть в Брюсселе или в Вашингтоне. Поэтому говорить вообще о каких-либо условиях абсолютно преждевременно, мы говорим о каких-то предпосылках к созданию каких-то условий. А это является будущее власти. Теперь все зависит от того, как будущее власти. Если господин Казак будет играть на то, чтобы установилась определенная власть, это будет не по правилам. И не будет восприниматься хорошо ни в Берлине. А если американцы будут играть на то, чтобы определенная была власть, а американцы сказали, что они за проевропейскую курицу. Одну секундочку. Вы минуту просили. Хорошо. То есть я хотел сказать, что на сегодняшний день нет никаких условий. Ключевой вопрос. Я понимаю. Когда будет следующая власть, мы должны концентрироваться в ответе на этот вопрос, мы ответим, что собирается делать Казак. Потому что если не будет соответствующей власти под то, что под тот план, который имеет Казак, уже готовый, он может его и переиграть. И Казак после выбора в Молдове может вообще его перенаправить на другие проекты. Это отношение Казака, вот и тот план, который у него есть. Кстати, совсем недавно в прессе появились подробности, как появился этот план, названный планом Казака. На самом деле, признался честно Марк Евгеньевич Ткачук, что писал вместе с господином Рецкаем. А господин Казак как раз, да, он занимался посреднической миссией. Я поэтому хочу вас увести разговоров о меморандуме, на котором сконцентрировались все. Это ошибочно. Не нужно сейчас говорить о меморандуме. А давайте поговорим о Приднестровье вот с какой позиции. Я хотел добавить, между прочим, в вашу поддержку, в поддержку вашей идеи. А я тоже поддерживаю. Если в мою поддержку, то пожалуйста. Не надо выпавливаться, мы все тут поддерживаем людьми. Я думаю, что факт, что мы пытаемся каким-то образом думать о решении Приднестровского вопроса, и что эти великие державы в этом направлении работают, могу с вами согласиться. Потому что здесь, в принципе, есть один факт, который об этом говорит. С одной стороны, все-таки надо считать, что с точки зрения геополитики для России было очень неприятно все-таки открытие Офиса НАТО здесь. Притом не просто Офиса НАТО здесь, а с большими генералами во главе. И не только не один человек, а их, значит, несколько десяток. Если вы сказали слово НАТО, я сейчас не остановлю господина Шибатару, потому что... Нет, ну это настолько смешно, что я не собираюсь даже. Господин Шибатару держите себя в руках. Мы сейчас поговорим. Если у этих великих лидеров, и у господина Путина, у которого уже опыт очень большой в политике во главе государства, и у господина Трампа, у которого опыта совсем нет, и команда еще непонятно какая, но если они в серьезном, значит, думают, каким образом решать эти конфликтные ситуации, в том числе и в Сирии, и на Украине, и в Грузии, и в других местах, может быть, что у них такая идея есть. Поэтому эти офисы, с одной стороны офис НАТО, с другой стороны представитель господина Путина здесь... С третьей стороны открытие новый контингент в Румынии, да? Да, и многие другие. Они могут на определенном этапе прийти, я не говорю с новым меморандумом, да, но с определенным предложением. Потому что здесь господин Шибатар прав. Он прав, потому что большого доверия к нашим властям нет и там, и там, и в другом месте тоже. И здесь, и в стране тоже. Больше того, страшно, когда они не видят и боятся еще и перспектив. Поэтому, повторяю еще раз, к появлению здесь Козака я, например, отношусь очень положительно. Это будет на благо, я надеюсь, на благо этой все-таки страны, и выстраивание какой-то нормальной перспективы для нас. В конце концов, лишние конфликты никому не нужны. Ни Европе, ни Америке, и России тоже. Кстати, о появлении Козака. Вот мы тут с вами уже и о Трампе поговорили, да, и о Путине поговорили. А может, все гораздо проще. Вот смотрите, если так посмотреть на то, что сегодня происходит в Приднестровье, то некоторые считают, что назначение Козака, это будет гораздо большей головной болью для Приднестровья. Для них головная боль была Рогозина, а не Козак. То есть, учитывая их экономическую ситуацию, да, учитывая то, что мы знаем, какие там политические процессы сейчас происходят, учитывая репутацию, которую вы, например, вдвоем мне сейчас говорили, в Приднестровье как-то так вот я тоже особых комментариев пока не встречала. Может, я не права? Давайте порассуждаем на эту тему. Может быть, это больше для Приднестровья сделано? Нет, ну я не думаю, что именно для Приднестровья специально это сделано. Не именно, а больше, Владимир Иванович. И не больше, потому что в глазах России есть Молдова, и они неоднократно подчеркивали, в которой со стороны частью является и должно быть Приднестровье. А нет Приднестровья, в которую они кучу денег вкладывают, 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 вкладывают. То, что Приднестровский регион на определенном этапе, и сегодня это продолжается история, действительно, такая, значит, определенный пылесос превратилась, да, или достаточно серьезные средства выделялись и выделяются на поддержку населения Приднестровья. Я думаю, что, наверное, это тот самый случай Гоголевских к нам идет ревизор. Может быть, и это тоже. Может быть, и это. Нет, но с другой стороны, давайте скажем ясно. Все-таки Рогозин больше, значит, каждый раз находился в положении адвоката Приднестровья. И надо забывать о... И участие в 92-м году. В 92-м году, в биографии и так далее. Может быть, что этого человека вообще не надо было назначать. Козак относится, я согласен здесь, господин Цуркангу, Козак уважает суверенитет. Я говорю, это очень хороший правовед, он понимает, что такое суверенность государства и так далее. Мы беседовали, были два пункта в этом меморандуме, в котором мы полемизировали, хотя небольшой юрист, но я его спросил. Что означает двойное представительство, вы представляете, для Приднестровья и для Гагаузи даете двойное представительство, депутат будет и от партии, и от региона. И что такое правовед, которое невозможно, значит, вообще преодолеть. И он сказал, такой задачи не стояло, если мне поставят задачу, я эту задачу выполню и так далее. То есть, он снял с себя ответственность, потому что он сказал, такой задачи не стояло. То есть, видно, что когда состоялась парфация этого документа, господин президент Воронин сначала дал согласие на эту бумагу. Потом он отказался в последний момент, и это нужно знать. И здесь вины Козака я почувствовал, то есть, в разговоре, в беседе, что его, значит, здесь ошибки не было. Поэтому, как правоведа, он очень четко сказал, да, здесь вопрос суверенитета есть. Он согласился. И в беседе участвовал господин Тарлев, господин, значит, Стопчук, госпожа, и Ткачук. Если верить господину Ткачуку, все-таки вот этот параграф о 20-летнем присутствии войск, он в последний момент, вне рамок приговора, подсунули господину Воронину. Не надо. А если верить господину Воронину, то его вообще бес попутал. Давайте мы будем ко всем верам, да, относиться очень осторожненько, то ли правду сказал, то ли нет, то ли забыл, то ли не помню, то ли так далее. Так, у нас остается 3 минуты, вы все хотите что-то сказать, я по минуте могу дать. Господин Чеботар, минута, это 60 секунд. Хорошо, хорошо, 60 секунд. Поехали. Для меня ситуация. Значит, 2003 год была договоренность четкая, по нашему настоянию, Воронин попросил, Козак приехал, сделал, Путин не прилетел, Воронин отказался. 2010 год, опять же, Воронин, кто там был, и демократы, Лупу пригласили, Нарышкина и так далее, обещали очень много, все, последний момент нет. Когда после первой встречи Додона с Путиным, значит, вышла статья, и господин Антон напоминает об этой статье, значит, как мисоч, больше повторения 2003-2007 годов не будет. Поэтому факт встречи сразу же господина Додона вместе с Козаком, я думаю, что это совместная позиция и господина Додона, и сегодняшней власти. И это достаточно, то есть, это общий сценарий большого нового проекта, о котором мы еще не знаем, и который еще не был обсужден. Мы можем судить о элементах этого плана, но который еще сегодня неизвестен, он еще не оформлен в каком-то, так сказать, окончательном виде. И он имеет в виду и разрешение Приднестровского конфликта, и где место Молдова здесь, и какая власть будет. Но это исключительно со стороны только Российской Федерации. С какими-то согласованиями, поиском каких-то компромиссов с немцами и с американцами. Румын здесь нет, а это очень важно, что произойдет после того, как власть будет установлена и начнется реализация этого плана. Спасибо. А это отдельная тема очень большого разговора. Соглашусь, что отдельно. Я согласен с господином Чебутару, только хочу добавить единственное, что во всех этих проектах, а мы постоянно в этом узле геополитическом, во всех этих проектах нужно видеть каждый раз выгоду Республики Молдова. И по-серьезному думать об этой стране. В первую очередь, почему люди уезжают, почему не работает экономика и так далее. Потому что игроки большие всегда будут работать со своими сценариями. У нас должен быть свой маленький, не идти на поводу одним другим, а все-таки решать проблему страны. И в этом смысле, повторяю еще раз, появление здесь Козака, я не вижу здесь как большая проблема, я вижу здесь как одну из возможностей выйти, как говорится, на берег и заниматься делами страны. Спасибо. Владимир Иванович, вот вы тот человек в студии, который, я уверена, что будете общаться с моим Козаком, когда он сюда приедет, по роду вашей службы, по должности, что вы ему скажете? Во-первых, поприветствую и скажу, что я очень рад, что он прибыл в этот очень сложный для Молдовы момент. Собственно говоря, тот был очень сложный момент. Но сегодня он гораздо более сложный, в этом смысле я согласен с коллегами по студии сегодняшними, что ситуация более сложная, чем та, которая была в 2003 году. И в этом смысле, вот его именно прагматичный подход, его умение анализировать ситуацию. И самое главное, он едет, чувствуется. И он едет и с желанием, и с поручением выстроить такие отношения, чтобы Молдова была действительно Молдова. Мы говорим не о частях, а вся Молдова была предсказуемым, дружественным партнером Российской Федерации. И, кстати говоря, то, о чем сейчас говорил господин Дадон на встрече и с Путиным, и с Козаком, как раз об этом и говорит. Игорь Николаевич сказал, говорит, мы не собираемся и не будем ссориться ни с Западом, ни с Востоком. Да, было сказано так. И мы не хотим, чтобы нас использовали. Но в то же время мы знаем, что партнерство стратегическое надо выстраивать с Российской Федерацией, восстанавливать. Спасибо большое, мы немного перебрали времени. Я благодарю вас за эту беседу. Мне она показалась интересной. Интересно, Виктор Филович, аж всю воду. Вы все выпили всю воду. Это говорит о многом. Спасибо вам большое. Но в завершении программы я хочу обратиться к моим телезрителям и к моим коллегам по цеху. Нашей коллеге Лилии Гаврилюк, с которой мы работаем еще со времен НИТа, очень нужна помощь. Она нуждается в лечении в зарубежной клинике. Сегодня мы ищем и клинику, и деньги. Денег, конечно, нужно немало, но они означают жизнь. Жизнь для молодой красивой женщины, мамы маленького сына. Все, кто может помочь, не оставайтесь в стороне. Реквизиты вы видите на экранах. Телеканал также открыт для любых предложений и помощи. Она должна жить. Наша Лики. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Непременно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова